итак начнем у меня здесь полтора килограмма абрикосов миндаля нам нужно столько сколько штук у нас абрикосов первую очередь заливаем кипятком наш миндаль будем очищать ее от кожицы буквально там несколько секунд хватает дальше что нам надо в тазик с водой сейчас скажите сколько здесь воды здесь воды приблизительно 2 литра так значит в эту воду добавляем лимонный сок если нет лимона можно половину чайной ложки лимонной кислоты но я предпочитаю всегда лимон у него аромат как бы и и вообще лучше итак берем карандаш вставляем ее вот эту дырочку и аккуратненько выталкиваем косточку вот так вот некоторые очищают вот эту косточку и ее добавляют внутрь но не знаю некоторые конечно они горькие бывают поэтому может отдать горечь лучше миндаль у миндаля аромат приятный и будет варенье такое приятное с ароматом миндаля после того как удалили косточку очищаем тоненьким ножом тоненько кожицу стараемся очень тоненько чтобы как бы мякоть лишнее не взять почему мы сначала удаляем косточки потом уже очищаем кожицу потому что когда нет кожицы при нажатии сильном она как бы раздавится вся поэтому сначала удаляем косточки потом уже очищаем очищаем пока очищаем остальные чтобы это не почернело бросаем в эту воду с лимоном этим ножом тоже можно но она как бы толще очищает нет легче ножом сейчас некоторые скажут конечно что ой зачем очищать можно и так сварить мне нравится так попробуйте вы тоже два варианта может быть вам тоже так понравится потому что кожица она сморщивается при варке и такое ощущение что вот когда жуешь чувствуешь ее она хоть и тоненькая но все равно не знаю мне не нравится с кожицей не абрикосовое варенье не персиковый я всегда счищаю так получается она гладкая такая как стекляшка и красивая и приятно на вкус даже это число даже это число я очистила от кожицы и косточек вот у меня вышло вот столько приблизительно 450 грамм но здесь кило сто с лишним приблизительно будем считать что у меня осталось килограмм абрикосов пока я все счищала у меня здесь значит миндаль посмотрите видите какой окрас у него воды темный почему я курсу снимаю потому что варенье потом окраситься в этот коричневый цвет а нам этого не надо лучше очищать вот она очень легко очищается просто снимаем пленочку и все у меня даже руки окрасились это от абрикосов вот как руки окрашиваются теперь сливаем воду с абрикосов пока там стекает вода мы сделаем сироп на килограмм абрикосов добавляем килограмм сахара сахарного песка 300 миллилитров воды горячей ставим на плиту и мешаем до полного растворения сахара пока сироп не закипит сироп кипит выключаем плиту убираем с плиты потому что плита у меня горячая смотрите что делаем дальше значит вот наш абрикос там где вот извлекли не отсюда там где вставляли карандаш а где вот выходила косточка вставляем в эту дырочку миндаль вместо косточки вот так вот заталкиваем делаем вилкой вот так вот где-то три четыре трех четырех местах дырочку и закладываем сразу в сироп процесс этот быстрый так что много времени не займет и дырочку делаем везде кроме вот этого вот места где получается разрез чтобы она не раскрылась есть конечно некоторые которые когда доставали косточку все равно раскрылись но ничего страшного бывает такое все осталось вот столько миндаля я его закину просто так будет для аромата и для красоты и так беру мою любимую силиконовую лопаточку и вот так вот слегка перемешиваю чтобы каждый абрикосик попал сироп все оставляю так в сиропе до полного остывания так варенье наша остыла значит второй этап начинаем самый легкий ставим на плиту на максимальный огонь и доводим до кипения итак с момента начала закипания прошло пять минут я выключаю и даю остыть всю ночь если вы будете ее готовить утром то где-то восемь девять часов я всегда стараюсь вот этот второй этап делать ближе к ночи чтобы можно было оставить на всю ночь все утром она хорошенько пропитается сиропом и будем третий этап как бы заканчивать уже итоговый этап второй этап самый легкий поставили кипятится прокипела пять минут выключаем одно время на остывает у меня как бы сварила я компот из кожицы которая осталась ничего не выбрасываем все как бы идет в дело сварила компот и сейчас быть настаиваться итак настало утро ставим третий раз и будем готовить до готовности скажу вам приблизительно сколько у меня займет времени но у вас может быть по другому время поэтому надо обращать внимание на именно готовность первые 10 минут не надо смотреть а дальше каждые вот пять минут 4 минуты 3 минуты надо смотреть способом салфетки способом тарелки я вам показывала и раньше и сейчас покажу как салфеткой легче всего делать вот потому что смотрите у меня вот тазик вот этот вот снизу он ужас сверху так пошире получается здесь вот диаметр где-то 30 33 сантиметра зависит от посуды в какой вы готовите чем шире вообще варенье должно готовиться в широкой посуде чтобы она не развалилась то есть место должно быть много дальше от плиты вашей зависит у вас может быть огонь быть посильнее и быстрее выварится жидкость поэтому смотреть надо по готовности допустим я скажу у меня приготовилась за 10 минут у вас может быть и за и меньше или больше то есть надо по готовности смотреть покажу вам как допустим она сейчас не готова до берем салфетку но я только поставила ее видите как салфетка намочилась вот намочилась значит она не готова капля должна держаться и не мочить салфетку вот тогда она будет готова сейчас она не готова это для новичков для наших хозяйцев которые только только начинают готовить которые не знают как когда именно узнать готовность варенье вот для них вот пока она не готова одновременно я стерилизую банки вот всегда на третьем этапе у меня идет вместе с вареньем стерилизация банок и крышек и потому что я всегда закрываю и варенье и вообще все я всегда закрываю чтобы банки были и варенье горячие банки крышки все горячие тогда я она держится хорошо с ним ничего не происходит даже если допустим там где вы храните тепло и так начало закипать отсюда начну отчет для вас приблизительно скажу вам сколько у меня это заняло времени итак прошло у нас десять минут проверяем как я проверяю на тарелке эту даю остыть а эту покажу на салфетке видите она намокает но уже не так сразу значит еще не готова но уже скоро вот видите уже капля стоит но еще чуть-чуть намокается салфетка значит уже мало осталось ну максимум наверно пять минут не больше поэтому следим после десяти минут следим каждые две-три минуты можно проверять еще раз вот взяли каплю вот вот я выключаю видите уже не сходится значит варенье готово убираю с плиты плита у меня горячая и раскладываем горячую банку горячее варенье посмотрите как у красивый цвет вот так вот выглядит раскладываем аккуратно чтобы не придавить и здесь в отличие от другого варенья лучше как бы не ну не утрамбовывать так чтобы фрукты плавали а а а а а а а а все достаем крышку из горячей воды прям сразу и закрываю а и вот и все даем остыть вот такая вот красота у нас получается это тоже конечно могла бы сюда поместить но хочу вам показать еще поставщим в виде сироп как загустеет и так повторяю рецепт значит самый сложный этап это первый этап это очистка от косточек чтобы не порвать их но порвется ничего страшного максимум что миндаль выпадет очищаем от кожицы очень тоненько потом их кладем в лимонную воду дальше вы заметили что я уже варенье лимон не добавляла не лимонные кислоты они уже пропитались лимоном ну для меня это достаточно если вы хотите можете в конце еще добавить лимон мне этого хватает первый этап все это сделали вместо косточки засунули миндаль и поставили в сироп горячий сироп заранее сделали сироп кидаем все в сироп оставляем остывать дальше после того как остыла второй этап даем закипеть минут пять выключаем и даем остыть на всю ночь пропитаться сиропом либо на 8 9 часов если с утра делать третий этап варим у меня приблизительно это заняло 18 минут я вот поставила таймер на 18 минут у меня вот заняло это все у вас может быть по времени по разному поэтому смотрите 10 минут прошло проверяем на салфетки на тарелке как я уже показывала для новичков особенно вот проверяем не переварите сироп она засахарится и разварится не доварить тоже нельзя потому что получается на вкус как компот и может быть до зимы не дожить вот может испортиться поэтому надо им знать меру каждый после 10 минут каждые 3-4 минуты проверяем вот так вот она слегка остыла вот такой прозрачный красивый сироп посмотрите я эти абрикосы какие почти прозрачные надо показать вам как сейчас покажу вот все красиво все прозрачно и по цвету красиво и аромат приятный вот и наш компот вспотевший графин в холодильнике был у меня получилось вот столько и еще пол литровая банка и уже выпили значит на эту на это количество кожуру которым не осталось кожицы я налила два с половиной два литра воды и полтора стакана сахара сварила компот дала остыть вот так вот вот так вот все идет дело очень вкусно кстати компот получился ну а у меня все всем приятного аппетита надеюсь вам все понравилось пока пока пока